Да, друзья, договорился я до тех пор, что меня начали называть агрономом Не в самом хорошем понимании этого слова Скорее всего, просто-напросто тем информационным потоком я чуть не утопил всех людей То, что для меня очевидно, для других это как бы темный лес И, соответственно, сориентироваться и принять какие-то для себя выводы Даже самые минимальные, это очень-очень затруднительно Вот, а как я говорил, что если вы стали дачником, да И если вы себе подставили целью, вот как я написал Татьяне из Гамбурга И мы как раз с сотрудником на работе как раз и обсуждали вот эту тему Я только написал комментарий, вот, и когда вернулся к обсуждению этого вопроса Как раз, почему, допустим, так происходит И вот то, что я написал в комментариях, оно, в принципе, так и происходит со всеми другими людьми Которые покупают дачу И все зависит от тех первоначальных целей, которые они ставят для себя Если выращивать что-то на даче, получать какой-то урожай, да То рано или поздно вы, по мере возникновения всех вот этих трудностей Вы начинаете сталкиваться с химией, сталкиваться с почвоведением Вам нужно много всего знать И эти знания должны быть более углублены Вот, ну, есть и другой вариант Такой, как понакатанное Пойти спросить специалиста или чем там обрабатывают От того-то, от того-то, от такого цвета листьев Да, не понимая вообще то, что происходит И проводить бесчисленное количество всяких разных обработок На всякий случай Вот И может быть, может быть Ваши вот эти старания вознаградятся Вот Ну, а действительно Вот, допустим, когда я покупал дачу Она, это не было чистое поле Там уже были какие-то насаждения И, соответственно, чтобы содержать их в надлежащем порядке Да, та большая раскидистая черешня Та же вишня и другие плодовые деревья, кустарники Нужно было это все поддерживать в хорошем состоянии Бороться с плодожоркой, всякими разными гусеницами Чтобы черешня была не червива Вот А когда вы понимаете, что то или иное средство вам не помогает Вы начинаете более углубленное изучение всего этого Вот Ну и в конечном итоге Вот этот Для других это является информационный гнет И они просто-напросто не понимают Зачем вот эти вот мучения, старания Когда у вас уже от всего идет просто-напросто голова кругом Вот Но есть еще такой довод, который я привожу Что когда, допустим, вы приобретаете автомобиль Да То, казалось бы Ставил ключ зажигания Завел, поехал и все Но по мере эксплуатации вашего автомобиля Начинается то замена масла То, блин, вам нужно поменять резину То новую резину А какая новая резина А какое масло вам надо А если вдруг что-то сломается Да, вы это не знаете Едете к специалисту Они там что-то пошуршали, покрутили Ага, заменить вот это Вы заменили Оно не помогло Еще дальше В конечном итоге вы платите, платите Бесконечное количество этих денег, да На вас зарабатывают, зарабатывают А потом вы говорите Нет, все Я начинаю ремонтировать сам А сам вы до этого вообще ни хрена не разбирались в машинах И чтобы вам разобраться Где находится аккумулятор Где находится бензобак Вы должны не разбирать машину Но смотреть Допустим, кто разбирал Где находится Как выглядит и так далее Ну вот В принципе сдачей то же самое Да Если вы с этим никогда не сталкивались То всегда когда-то начинается в первый раз А первый раз он начинается Когда появляется первая трудность Да, когда Допустим вы Ну Возьмем такого среднего Дачника Который не хочет там выращивать Какие-то Большие урожаи Да, посредил для себя Три помидора Они у него засохли По какой причине Да Все Вот он задался Если этим вопросом И понеслась Его экскурсия Насколько Дальше он хочет продвинуться Конечно Все зависит от него самого Если он Да, пофигу Посажу там Следующие три И все Он использует дачу Как декоративное Там Я не знаю Место Препровождения У него там цветы Да Которые Сменяются Одни растут Другие не растут Он на это не обращает внимания И дальше все это сажает Вот Или он Не останавливается на этом А продолжает дальше идти Или допустим Есть такие сады Мазохисты Я может быть Принадлежу к таким же Вот Когда хочу Допустим На своем участке Получить Повышенный Урожай Всяких разных Плодовых И овощных культур Чтобы это было Чуть больше Чем допустим У соседей Да Для такого Самого успокоения И Для предмета Как говорится Гордости Вот Тогда Конечно же Вот Этих знаний Базовых знаний Там что Почва Да Это там Компост Навоз И так далее Это недостаточно Оказывается Тем более Что еще Германия Это такое Такое место С его Вот этим Влажным климатом Где Очень Очень Много Всяких Разных Грибковых Заболеваний И когда Если Человек Говорит А он Посмотрите У нас Там Деревья Вот Их Никто Ничего Не обрабатывает Вот Они Растут Себе Растут Но В то же Время И деревья Скидывают Листья И так же У них Есть Вот эти Некрозные Пятна Вот Я стою Как раз Под кленом Здесь На парк Плаце Нет Это даже Не клен Это Потан Вот И у него Тоже Некрозные Пятна Желтая Листва Она Отпадает Едят Какие-то Гусеницы Но Из-за Того Что Дерево Довольно Таки Большое Вот Оно Не выглядит Таким Болезненно А вот Напротив Автомобиля Там Есть Много Обглоданных Веточек Вот И бывает Что всякие Разные Вредители Просто-напросто Они Могут И Повредить Это растение Оно Не будет Расти А вам Конечно Начинается Собственных Денег Жалко Когда Вы Идете В питомник И покупаете Допустим Какой-то Саженец Яблонь А он У вас Стоит 45 Евро Да Блин Вы Посадили Вы Хотели С него Получать Там 10-15 Яблок Хотя Да Нету Ничего Созлались На Периодичность Ну вот Потом Раз Опять Нету Ничего Да Что ж Такое Начинаете Уже Потом Задаваться Вопросом А что Происходит А не Хватает Железа Ну давайте Гвоздей Туда Накидаем Накидали Гвоздей Ни хрена Ничего Не Получается И Понеслась По Накатанной Вот Конечно Все Определяет Именно Цели Да Какие Цели Ставит Человек Поэтому Что я Буду Допустим Делать До тех пор Пока у меня Есть Как говорится Силы Да Пока силы Есть И я Продолжаю Строить Высокие Грядки В которых Мне легче Все это Выращивать И это Заметно Вот И в то же Время Узнавать Вот Чем Отличается Допустим Три основных Медь Содержащих Вещества Которые Используются Как фунгициды И так далее Вот И оказывается Сначала Это очень тяжело Потом Это довольно Легко Но Также Все что касается Всяких Разных Насекомых Вредных И так далее Вот Конечно Когда вы Начинаете В это Вникать Да Вот допустим На моем Собственном Примере Я приобрел Такие Супер Аккумуляторы Вот И Конечно В аккумуляторах Я вообще Раньше Не разбирался Да и сейчас Я дальше Не разбираюсь Я могу Перепутать Там Катот С анодом Вот Вот И По мере Вот Я На нулевом Уровне Да Или там 0,1 Когда я Смотрю Допустим Какого-нибудь Радиолюбителя Который Рассказывает О всяких Разных Там Запчастях И как они Работают Ну для меня Это просто Темный лес Я не понимаю Вообще О чем говорят Но когда Я Допустим На работе Кому-то Говорю Там О Вольтаже Литий-ионной Батарейки Или там Железо-фосфатной Батарейки Да Как заряжать Почему Как Вот Для этого человека Это тоже Темный лес Он просто Не понимает О чем я говорю Да Все И вот Где-то Если кто-то Что-то Приуспел Да Нахватался Какие-то знания Для него Становится Очевидно Эти все Пазлы В его голове Выстраиваются В какую-то Четкую картину Тут для человека Это Разрозненная Информация И когда Я С кем-то Говорю Она Мне смотрит А смотрю Что уже Глаза у него Закатываются Все Он же Он же Не здесь Он же Где-то В космосе Летает Он не понимает О чем идет Речь И его Просто Она просто Это рубит На корню Вот Ну так Вот Так происходит Но Я говорю Что По мере Того Как Мы Сталкиваемся С трудностями Нам приходится Изучать Очень Очень Много Всяких Разных Вещей Вот А тем более Что Здесь Еще Ваши Амбиции По поводу Получения Какого-то Небольшого Урожая Ну что там Можно снять С двух с половиной Соток Да Все это Накладывается Одно На другое И получается Вот этот Толчок Всему тому Что и происходит Ну в данном Случае Допустим Со мной Вот Вот такое Небольшое Видео Отступление Но касающийся Дачной Тематики У кого Какие мнения На этот счет Можете Поделиться Этим В комментариях На этом все Друзья Всем пока И увидимся Субтитры